Да, ну, конечно же, еще один действенный способ доказать, что ты еврей, это начать изучать иврит. Я сколько раз уже приезжал в Израиль, много раз, у меня было 12 вот таких сольных туров больших, уже в этом-то зале, наверное, шестой раз подряд, до этого в другом зале воспал в Аждоде, сейчас 13-й. Ну, в общем, много раз я приезжал, каждый раз я смотрел на вот эти ваши прекрасные значки, понимаете, буквы, и думал, господи, не приведи, Господь, вот учить. Вот я и сейчас, знаете, вот смотрю, там на балконе надпись, вот выход, да, на зеленом фоне, надпись на иврите, но у меня все равно полное ощущение, что это просто краска белая потекла, и вот как текла сверху, так и осталась. Где-то до низу дотекла, где-то до середины, а вы это читаете, это потрясающе. Я взял преподавателя, преподаватель говорит, да это все ерунда, Максим, ну вы же лингвист по образованию, что вам, Господи, выучить евреиды, это достаточно простой язык. Я говорю, конечно, простой, он и выглядит как вообще простой язык. Что же в нем простого? Да вы поймите, вы как только научитесь читать. Ничего, что читать приходится справа налево, ну ладно. Я говорю, а что у вас такие слова короткие? А-а-а, мы гласные не пишем. Тут я думал, что война и мир, то слово такая тонкая на иврите. Я думал, сократили, а кажется, нет, просто убрали все вздохи ахи Наташи Ростова и все. Я говорю, как вы гласные не пишете? Что это такое вообще? У нас только так в церковнославянском, а у вас и... Да, мы не пишем, ну а что, и так же понятно, что за слово. Я говорю, ну а как вы понимаете, что за слово? Ну, догадываемся. Я чисто эксперимент поставил, знаете, вот, ну любое слово по-русски напиши одними согласными и догадайся. Ну, я не знаю, там, ну вот я сейчас вот, не, подъезжал, делал разворот, ну вот разворот, разворот. Вот, напишите, разворот, что это, разворот, разврат, разве в рот, что это? Ну, как это поймешь, это вообще? А уж буковки такие, они все какие-то одинаковые, все какие-то такие, у меня все в одну, ну, максимум в три буковки сливается. Я не могу различить, где шик, где сы, где ты, все, ну, какой-то такой, а если это прописью написано, боже мой, это вообще... Он говорит, да нет, это вы освоите быстро, это за день, пропись, за день. Я думаю, ну, если пропись день, то чего нет? А потом понял, такая это пропись день, это, ну, в смысле, это... Я говорю, ну, хорошо, а вот вы же произноситесь, а вот здесь гласные, она у вас написана, а это не гласные, это согласные, она просто превратилась в гласную, а с чего она так превратилась? Да вот просто оказалось в этом месте слово и превратилась. А, так здесь это А, да, да, а вот она на конце, а на конце это уже О, я говорю, господи, что же с ней такое происходит? Ну, вот так, это же язык у нас такой. Я понимаю, что люди, чтобы как-то запомнить язык, это естественный метод, он работает и с нашими, которые уехали когда-то в Америку и учат английский, это вставлять слова из нового языка в свой родной и все это перемешивать, так перемешивать все, и так запоминают. Вот я тут встречался с Леной Воробей, она приезжала, тоже что-то моталась, вспоминала, кто ее родственники здесь. Вот, у нее, кстати, все вождуте. Вот, и, да, и Ленка со мной, мы пошли, я позвал ее в ресторан, мы ходили в ресторан с ней, с ее сестрой, вот, и она, конечно, молодец, она уже много слов запомнила, причем я говорю, Ленка, ты не парься, официант, а я хожу все время в этот ресторан в Тель-Виве, официант он, он по виду похож на араба, но он говорит по-русски очень хорошо. Нет, Ленка, нет, я буду на иврите, и она ему все на иврите, в общем, она ему на иврите, он не понимает, что она говорит. Меню на английском, он ей на русском, она ему, нет, и на-на-на-на-на-на-на, и вот это она лимон, что, вот, макара, что, значит, а, короче, вот так они общались, и говорю, пожалуйста, принесите вот то-то, 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 и, а, я все понял, я вас понял, да. Ну, вот еще Лену поймите, и все будет хорошо. Мы потом пошли по пляжу погулять, и мужики играют в мяч, и мяч укатился, и прям под ноги Лены. И Лена им возвращает, израильтянам, мяч, и говорит, Кадур! А представьте себе эту ситуацию, глазами этого израильтянина. И тут взрослые люди, так Ленка уже, ну, не девочка, понимаете, берет мяч, ему отдает мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Он еще долго шею сворачивал, смотрел на нас, из какого обарбанеля мы все вышли, но, понимаете, причем я вам его взгляде читал он не мог понять кто из нас кого метапелить то ли я ну прелесть слушайте и кстати я еще заметил особенность такую у меня говорит преподаватель у нас простые слова смотрите и оказалось что угарит у нас варить у нас многие слова состоят из одинаковых слогов ну или почти одинаковых слогов пожалуйста бакбук галь-галь пар-пар сушу цель-цуль я смотрю на него точно издевается просто на ходу это знаете когда я объявил в инстаграме что у меня дополнительный кириат муцкине мне пишет друг хвиза из москвы горит я правильно что уже придумываешь города это у меня еще в кириат малахи не было так и здесь я думаю издевается ну что не может быть так уж за язык галь-галь-пар-пар сумсун игры что галь-галь-над колесо не брать у нее за было просто галь но действительно можно двойное какое-то колесо галь-галь вот но в общем я сначала пытался чего-то потом я понял так ля-ля знаете здесь еще много этих дук так поизучаю у меня такой сик-сук я понял что это полный бизбуз, надо савсаль закрывать, иначе гимкум начнется